МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит Ульяновск". Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании Волга. С вами Наталья Яковлевна. Добрый вечер. Актуальное интервью. Сегодня вечерние собеседники привели меня в смятение. Вроде бы они будут говорить об одном и том же, о раскопках. Но раскопки раскопкам рознь. Одни от других разделяют тысячелетия. Роман Когтев расскажет о добыче полезных ископаемых, которую в какой-то степени можно считать раскопками. А Сергей Прокопенко и Юрий Симыкин расскажут в буквальном смысле о раскопках только археологических. Получается, что все они копатели. Добыча полезных ископаемых – это пополнение налогами областного бюджета. Археологические же раскопки – это гуманитарный вклад в историю области. Причем и у добытчиков, и у археологов, как выяснилось. Воз и маленькая тележка своих проблем и трудностей. Роман Когтев будет говорить о нарушениях при недропользовании. Ученые о недостатке специалистов. Начнем с дней сегодняшних. Наш первый собеседник Роман Когтев, заместитель председателя Ульяновского правительства, руководит рабочей комиссией. И по поручению губернатора тщательным образом проверяет работу всех местных карьеров. Причина убедительная. Недропользование приносит в областной бюджет прибыль, про которую можно сказать смехотворная. Она подозрительно низкая. Почему? Почему богатые недра на поверку оказываются тощими? Рабочая комиссия изучала работу недропользователей с октября прошлого года и вплоть до середины февраля. Тщательным образом, можно сказать, под лупой проверялось все. Выводы сделаны неутешительные. Главное, конечно, касается отчисления налогов в областную казну. И что же? Это 88 миллионов рублей. Причем 30 недропользователей показали низкий или нулевой баланс. Прямо скажем, 88 миллионов рублей налогов от добычи полезных ископаемых это непростительно мало. Основными видами полезных ископаемых на территории Ульяновской области являются нефть, цементное сырье, кварцевые пески, минеральная вода. Все они относятся к сырью межрегионального значения. Роман Когтев отмечает районы-лидеры и районы-аутсайдеры. Отмечаем районы-лидеры по количеству добытых недр местного значения за 2022 год согласно предоставленной отчетности недропользователями. Теренгуйский район около 1,7 миллиона кубических метров. Город Ульяновск 1,4 миллиона кубометров. Сенгелеевский район около 700 тысяч кубометров. Новоспасский около 400, Димитровград около 380 тысяч. Кузоватовский район около 200 тысяч кубометров. Николаевский около 120. В таких муниципальных районах, как Малоклинский, Радищинский, Столокулаткинский, Сурский, Цельнинский районы, фактически разработка лицензионных месторождений на настоящее время не осуществляется. А еще раз уточните, сколько налогов поступило в казну? В общем, за период 2022 года недропользователями уплачено налогов на добычу полезных ископаемых в размере 88 миллионов рублей. За аналогичный период 2021 года сумма платежей составила 58,5 миллиона. При этом отмечу, что имеется два недропользователя, осуществляющие пользование недрами на территории Кузоватовского и Теренгуйского районов, которые внесли НДПИ в 2022 году более 10 миллионов рублей. Вместе с тем, по 61 участку недр каждым недропользователям внесен НДПИ менее 1 миллиона рублей. По 30 участкам недр недропользователи показали крайне низкий или вообще нулевой результат. Есть такие недропользователи, которые работают с максимальными показателями нарушений. Это также информация будет нами передана в органы МВД и прокуратуры. Расскажите про спящие лицензии. В результате работы комиссии установлено, что имеются так называемые спящие лицензии, владельцы которых не осуществляют добычу полезных ископаемых. Соответственно, бюджет недополучает налоги, которые потенциально мог бы получать. Таких лицензий 17. По указанным лицензиатам Минприроды Ульяновской области уже направляют уведомления о нарушении условий пользования недрами. Однако пользователи указанных участков не торопятся заниматься добычей, а никто, кроме них, пользоваться данными участками не может. В связи с этим Минприроды Ульяновской области необходимо принять решение о прекращении права пользования недрами данных недропользователей и направить информацию об освободившихся участках недр в адрес инвестиционного блока правительства Ульяновской области, как о потенциальных инвестпроектах. Богатый недр отмечен в Сенгелеевском, Инзинском и Вишкаемских районах. Здесь хорошие показатели? Проведение геологического изучения территории Ульяновской области для определения перспективных месторождений и ориентировочных запасов полезных ископаемых на их территории. Например, в Сенгелеевском районе расположены одни из крупнейших месторождений песка высокого качества не только в нашей области, а во всей Российской Федерации, изучив которые и поставив их на баланс недр местного значения, появится возможность привлечения инвесторов для их добычи и переработки. При этом будут созданы предприятия, не просто добывающие сырье, а предприятия, занимающиеся его переработкой, созданием новых рабочих мест. Сенгелеевский район также является удобным логистическим пунктом, откуда продукция и сырье может транспортироваться как автотранспортом, ЖД и водным транспортом. Также в Индзинском и Вишкаемском районах сосредоточены огромные запасы диатомита и циолита, которые являются сырьем для производства удобрений. Есть возможность привлечения инвесторов, которые занимаются производством удобрений из указанных полезных ископаемых. Это приведет к созданию новых рабочих мест и поступлению дополнительных налогов в бюджет. Вы слушали Романа Когтева, заместителя председателя правительства и руководителя рабочей комиссии, которая обследовала работу карьеров по добыче полезных ископаемых. Всего на государственном балансе Ульяновской области числится 109 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. В реестре лицензий на право пользования недрами числится 83 недропользователя. Действует 96 лицензий на пользование участками недр местного значения. А вот мнение губернатора Алексея Русских, скорее даже возмущение, что областной бюджет получает за пользование недрами копейки. Копейки получаем от недр. 58 миллионов в 21 год, 88-22, это вообще ни о чем. Вот 17 у нас компаний, которые получили лицензии, я так понимаю, оформили, не разабатывают, наверное, ждут прихода инвестора, чтобы денег заработать, продать. Посмотрим на собственников, на акционеров, кто их оформил. Потому что они сдерживают инвестиционный процесс в области. Вот такие хитрые предприниматели. Они реально сдерживают. К нам приходят инвесторы, которым нужны соответствующее сырье, готовы вложить миллиарды. И не могут, мы не можем им предоставить. И в то же время сидят вот такие жучки, которые ведут с ними там тайные переговоры по продаже. И в результате сдерживают у нас развитие области. Рутинную такую первичную работу провели. Сейчас надо уже работать с данными конкретно по каждому недопользователю. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона Наталья Кузина. Я продолжаю вечернюю передачу. Продолжим тему раскопок и тайн, которые хранят недра. Хотя теперь уже уместнее сказать тайн, которые в своей толще скрывает земля. А археологи их откапывают. Археологические раскопки позволяют делать ученым глубокие научные выводы о человеческой цивилизации. В нашем случае об истории Ульяновской области. Например, археолог Юрий Семыкин, кандидат исторических наук, ведущий специалист Центра развития истории и культуры региона, говорит об археологических находках, которые относятся к 7 веку нашей эры. То есть 1400 лет назад на землях ныне Ульяновской области жили люди. Сергей Прокопенко, доктор исторических наук, директор Центра развития истории и культуры региона и археолог Юрий Семыкин вполне счастливы. Путем неимоверных трудов издана новая книга про археологию Ульяновской области. В одном месте воедино собраны результаты всех археологических исследований, которые проводились на нашей территории в течение 150 последних лет. Мои собеседники признались мне, что подобные издания во всех соседних регионах готовят коллективы в составе 100 и более человек. Ульяновские же историки сделали невозможное. Лишь 8 человек принимали участие в подготовке этой книги. Эта книга – лишь начало, первый том большой и серьезной научной работы. Ульяновские ученые готовят многотомную историю Симбирского Ульяновского края. Для начала я прошу их рассказать о Центре развития истории и культуры региона. Ведь здесь за короткое время уже издано 30 книг. Это настоящий подарок ученых-историков всем жителям Ульяновской области. Каждая такая книга – это серьезное исследование. Никаких домыслов. Только факты. Для чего вообще-то трудно был наш институт? Чтобы дать академическую основу, фундаментальную основу и для учебно-методической работы, и просветительской работы, которые были направлены в конечном счете на формирование исторического сознания. Не только общефедерального, но и регионального, локального. И главная задача – это многотурная история нашего края. Первоначально была идея, что, наверное, хватит трех томов. Потом мы расписались. Появилось много интересных сюжетов. Сейчас понятно, что будет шесть томов. И это мы взяли на себя смелость. Было заявлено в том, что это не просто многотомная история Симбирского Ульяновского края, а шеститомная история. Мы, несмотря на то, что у нас сил достаточно мало, параллельно ведем работу над несколькими томами. Первый том, в частности, Юрия Анатольевича, главный редактор этого тома, уже вышел. Второй том прошел первую редактуру, научную редактуру. Третий том прошел стадию сборки. Но второй, первый том у нас посвящен эпохам Палеолита, Безолита, в общем, Каменный век и Бронзовый век. Второй том будет посвящен Раннему Железному веку, начиная с Раннего Железного века и кончая уже с начала Московской колонизации Среднего Паволжья. Там, где мы уже в масштабе имеем не столько археологическое, а уже письменное источник. Третий том будет посвящен, вот он, хронологической рамки его с середины 17-го столетия и до реформ Александра II, то есть 3-я четверть 19-го века. Четвертый том, тоже над ним работаем, и ведется работа уже над 5-м и 6-м томами, которые будут посвящены 20-го столетия. Что мы сделали? Вообще, такого рода многотомные издания, фундаментальное, это работа намного более крупных коллективов. Я вам скажу, например, что Институт истории Башкортостана, они не так давно закончили такой же проект, там над этим проектом работало около 100 исследователей. А гуманитарные, исторические проблемы в Татарстане разрабатывают 4 республиканских академических институтов, каждый из них не меньше 50-60 сотрудников. Ну, сколько есть, мы сделали, и в общем-то, в том числе, благодаря сотрудничеству, благодаря то, что с легкой руки Петерима Сорокина называет социальным капиталом Юрия Анатольевича Симыкина, мы смогли привлечь наших коллег из других регионов, которые так или иначе работали на территории Ульяновской области, и в результате получился вот этот первый том, сделанный на уровне современных научных требований и подходов. И эта работа вот над многотонными изданиями, она, конечно, занимает много лет. Когда мне озвучили при создании института, что надо через два года дать многотонную историю, я, конечно, засмеялся, но, тем не менее, сроки, я думаю, мы более-менее выдержали. И что важно, такими подстанками к этой многотонной истории стало почти 30 книг, которые мы выпустили, самого разного профиля, и научные, и учебно-методические, и просветительские. Некоторые из них, я думаю, известны достаточно широкому кругу ульяновцев. Это Ульяновская авиационная энциклопедия, это ставшая уже библиографической редкостью 100 дат и имен ульяновской авиации, это флорская энциклопедия, которую мы сделали благодаря финансовой, организационной поддержке и при помощи исследовательской группы НПО «Марс», огромное большущее спасибо генеральному конструктору, один из немногих руководителей нашей области, который нашел такую замечательную возможность отметить юбилей своей организации. Подарил их всем нам, ну и с нашей помощью в том числе, да, вот эту флорскую энциклопедию. И что важно, во многом контуры вот этого проекта, ну для нас, для редакторов, для авторов во многом уже понятен. И мы параллельно работали над учебно-методическими комплексами. По историческому провидению, филологическому провидению. Они написаны уже в позапрошлом году, сейчас вроде бы определились с историческим провидением, в том числе проведена работа уже с издательством. Проработан вопрос финансирования. Я надеюсь, что уже с нового учебного года наши школьники увидят вот этот новый учебник. Последний раз вот такой учебник по историческому провидению вышел в 2000 году. Он очень интересен. А уж какие атласы. Я слышал отзывы наших историков в учителе. И у нас также подготовлен учебно-методический комплекс. Он авторский. Подготовленный Рассадиным Александром Павловичем по филологическому провидению. Его назвать, наверное, надо учебным пособием. Оно очень оригинальное. Оно очень интересное. Оно полидисциплинарное. Очень большая наша работа методическая заключается в том, чтобы мы попытались все-таки понять уровень нашего укривения. Вместе с доктором исторических наук Сергеем Прокопенко и кандидатом исторических наук археологом Юрием Симыкиным мы радуемся победе Центра развития истории и культуры региона. Здесь готовят многотомную историю Симбирского-Ульяновского края. И вот уже издан первый том о двух эпохах – каменном и бронзовом веках. О времени заселения древними людьми Среднего Поволжья, нашего края в том числе. Это период палеолита. По данным археологов, первые люди на территории региона появились 100 тысяч лет назад. В Ульяновской области это умдеры. А книга про археологию интересна только ученым? Или любому читателю? Спрашиваю я своих собеседников. Книга, которую мы презентуем – это издание, в основном подготовленное для научных работников. Но не только. Можно сказать, что и сенсационные сюжеты нашли место в наших работах, в главах. Особенно по эпохе бронза. Это результаты нашей экспедиции, нашего педагогического тогда еще института. 1984-1987 год. Работа экспедиции у села Абрамовка, где на трассе нефтепровода Холмогор и Клин мы проводили охранные раскопки. И, в принципе, обычное поселение бронзового века с рубной археологической культуры принесло большие сенсации. Во-первых, были открыты жилища. Что значит жилища в плане, так сказать, археологии? Обычно это следы жилища. Котлованы. У срубников были своеобразные. Углубленные в землю примерно на метр, на полметра, но в материковую почву. Прямоугольные формы котлованы со столбовой конструкцией, с конической крышей. Ну, как вот сейчас, крышей домов примерно так. Ну, понятное дело, что крыши перекрывались не шифером, а соломой, шкурами животных. И вот во время раскопок мы обнаружили возле одного жилища такую бытовую хозяйственную площадку. Как будто бы был двор. На территории двора две большие очажные ямы. В ямах, в разваленном, то есть в состоянии обломков, находились фрагменты двух огромных лепных сосудов. Остатки этих сосудов можно видеть в нашем музее археологии Симбирского края, в заповеднике. Следы пожара очень ярко мы наблюдали на месте этих раскопок. Было такое ощущение, что это следы какого-то нападения, потому что сосуды стояли вверх дном. Якобы хозяйка, так сказать, их хорошо помыла, поставила сушиться. А потом пожар, и даже никто уже не вернулся и не взяли вещи из этого жилища, скажем так. А на окраине этого жилища мы обнаружили остатки загадочного могильника. Там были погребены остатки восьми человек, причем три поколения одной большой семьи. Вождь или глава этой семьи, потом, видимо, сын со своими женами и трое детей, мало-мало-меньше, так сказать, и все со следами насильственной смерти. У всех раздроблены черепа, и среди них лежал также, как мы предполагаем, камень, орудие вот этого смертоубийства. Рядом находилась площадка, на которой тоже находился ценный инвентарь. Тринадцать лепных сосудов, на одном загадочнейший знак. Рисунок в томе, среди иллюстраций присутствуют все эти материалы. Бронзовый серп, костяные орудия, в общем, все как бы необходимое для жизни людей. Но где? На том, наверное, смерти было представление, это же языческое время, о загробной, видимо, жизни, и все это исключительно интересно. Достаточно подробно в главе по Палеолиту описывается представление о происхождении заселения древними людьми Среднего Поволжья. Эта дата относится к эпохе Палеолита, к мустерскому времени, то есть от 100 до 35 тысяч лет, примерно вот в этих пределах. Назад. Да, мустерская эпоха, время обитания неандертальцев. И именно неандертальцы, как мы видим по материалам, были первыми людьми, которые оставили здесь свои памятники. Ну, палеогенетики сейчас проблема. Эта книга – результат 150-летней археологии на территории нашего края. Это обобщение. Но при этом все время вводятся в оборот новые материалы. Но эти новые материалы, для того, чтобы попасть в такого рода фундаментальные исследования, должны пройти и апробаться. Поэтому самый яркий пример – это вот те находки, которые сделаны последние за три сезона около Инсы. Это сделала группа энтузиастов, учителей, когда-то имевшие археологическую подготовку. И затем под руководством Вискарина Александра Викторовича. Там найдена мастерская по изготовлению орудий. Селище сейчас можно говорить уже в этом сезоне. Авторы считают, что это финальный палеолит. Но мы все-таки сочли осторожным и этот материал повестили в разделе мезолита. Но сейчас нам понятно уже, что действительно впервые именно по Сурии, а не у Волги, мы нашли достаточно хорошее поселение, которое можно датировать палеолитом. Это вообще-то для нас, специалистов, большое открытие. Археология в смысле как наука прирастает постоянно. Мы понимаем о существованиях между людьми, между коллективами в тот момент времени. В разные моменты времени. Если мы говорим о палеолите, пусть даже о позднем палеолите, значит, мы видим, что заселение нашего края шло намного дольше, в более продолжительные промежутки времени, чем мы полагали. И, кстати, это говорит о том, что, в общем-то, надо ответственно относиться к тому, что накоплено, да, что сделано и в другие временные эпохи. Дальше, очень важный момент. Мы позиционируем себя совершенно правильно, как территорию активных межэтнических, межрегиональных контактов. Поверьте нам, это прослеживается на всех исторических эпохах. И в те времена, которым посвящен первый тонн, и в первом тысячелетии нашей эры, и в Средневековье, позднее Средневековье, мы действительно площадка постоянных обменов. Наша территория, вот на Волге, территория, где впервые происходит переход кочевников к оседлому земледелеву. Раннеболгарские кочевники оседали, это эпоха раннего Средневековья. У нас громаднейшие были производства металлургического характера, которые создавали экономическую основу для торговых взаимообменов. Конечно, все параллели, они хромают. Не надо заниматься уж чисто таким политиканством, но, тем не менее, для нас очень интересно и в какой-то мере знаково видеть, что вот эти вот формы взаимодействия, формы включения нашего региона в разные эпохи имеют что-то общее. Регион у нас, конечно, уникальный во многом. Даже сравнивая с соседней Самарской областью, мы видим, что, хотя там количественно памятников выявленных больше, но ярких памятников, таких городского типа, у них меньше, городов там меньше. А у нас такие города, как Старо-Олейкинское или Красно-Сюндюковское городище, или Кокрятское городище, они имеют огромную площадь. Там проживало немалое население. А это Ульяновский район. Вот, между речью Волги и Свияги, рядом с Ундорами. Ну, это на Свияге городище стоит. Там уже вымершие, по сути, полуоставшиеся в живых поселок. Когда-то там порядка чуть не трех тысяч населения было. Сейчас там только фермерское хозяйство, дачники, ну и огромная территория, окруженная валами и рвами. Вот эти вот племена, они появились в первые века в Среднем Поволжье, в том числе на территории нашей Ульяновской области. Как раз, видимо, просто не могли они в это время обойтись без организации своего производства, металлургии, кузнечного дела. А они уже были знакомы с этими производствами. Например, Черняховские были хорошо знакомы с металлургией. Ну и в результате здесь, в Среднем Поволжье, они обнаружили выходы сырья металлургического, руды. Казалось бы, какие тут руды? Они здесь обнаружили как раз вот в районе Ундории, это Красная Сюндюково, Новая Беденьга, вот эти территории. А там, оказывается, есть выходы железных руд, так называемых седериты. Седериты являются сырьем для мощных, крупных металлургических производств и в Европе, и в Америке, и у нас тоже. А это осадочные породы, которые на дне морей оседали, в себя вбирали железо, и это железо в форме таких глобулярных конкреций присутствует. А характеризуете людей? До них здесь были племена именьковской культуры. Это считаются славяне. Вот они как раз и сформировали эту культуру на территории Среднего Поволжья. Занимает эта культура территорию не меньше, чем Волжская Булгарию. Это были первые пашенные земледельцы в Среднем Поволжье. То есть их предки, придя с Запада, принесли традиции пашни земли с помощью рала, наральников. Ну, это примитивный плуг. А это в корне перевернул земледельческое хозяйство. Урожайность выросла, население от этого очень быстро увеличивалось. Плюс к этому у них были развиты всевозможные другие промыслы. Помыслы, бортничество, гончарство, как таковое, было только домашним. Такого ремесленного не было. И плюс к этому они еще и обнаружили здесь вот металлургию. Жили достаточно благополучно вплоть до середины где-то 7 века нашей эры. В принципе, вот в Ундории тогда плотность населения была, наверное, повыше, чем в настоящее время. А в это время, после разгрома государства Великая Болгария, которая располагалась на Северном Кавказе, в Приазовье, частично в Крыму. Государство болгарское. Это кочевники, болгары. Основатель государства хан Аспарух. У него были дети, сыновья. Ну, здесь ситуация такая, что после смерти хана Кубрата государство распалось, и они двинулись в разных направлениях. Часть ушли на Дунай, создали там государство Дунайское Болгарии, а часть пришла в Среднее Поволжье. И здесь они столкнулись с местным именьковским населением. Именьковцы, чтобы не погибать, значительной массой ушли на Запад. В состав вот нынешней Донецкой области, там волынцевская культура. Предполагается, что это как раз потомки наших именьковцев, ушедших туда. А другая часть остались здесь, и они вступили в контакт с ранними болгарами, с кочевниками. Я считаю, что между ними возник определенный симбиоз. То есть и те, и другие были заинтересованы в контактах между собой. Военных действий, наверное, и не было. Хотя есть на Самарской Луке памятники. Ну, ладно. Факт тот, что вот эта вот часть славянского именьковского населения, она вошла в контакт с этими болгарами. А болгары под влиянием. Здесь условия совсем не подходящие для кочевого образа жизни. И они стали переходить к оседлости. И к концу IX века на территории Среднего Поволжья возникло первое государство. Волжская Булгария. А в начале X века болгары принимают ислам. Вот в прошлом году отметили 1100 лет принятия ислама. И караван, в составе которого были представители мусульманского духовенства, в том числе Ибн Фадлан, который вел подробные записи. Это замечательный дневник путешествия на Волгу Ибн Фадлана. Это, несомненно, уникальнейший письменный источник, по которому мы реконструируем первые этапы существования Волжской Булгарии во многих подробностях. Корбус письменных источников, он все время прирастает. И многое сделает в этом плане Институт истории Татарстана. Они опубликовали целый свод западных источников, потому что здесь ввели активную миссионерскую деятельность францисканцы, иезуиты и так далее. Но они также работают над письменными источниками иранского произведения, точнее персидского. Это арабские источники. Я думаю, взаимное обогащение материальных источников археологических и письменных источников позволит нам составить более точное и детальное представление о прошлом нашего края. Контакты между ранними болгарами, кочевниками и оседлыми именьковцами. Как это ни странно, а на территории города Ульяновска имеются памятники и тех, и других культур. Причем в районе автозавода еще в 2000 году был обнаружен при строительных работах раннеболгарский могильник. К сожалению, он сильно пострадал, но то, что мы раскопали, это говорит о том, что уже территория нашего современного города, тогда еще это была и другая ландшафтная, наверное, ситуация, осваивала с этими кочевниками. Они жили здесь достаточно долго, потому что даже вынуждены были поставить могильник грунтовый. Такой похожий могильник, например, на территории Татарстана, насчитывает, как считали исследователи, порядка 500 захоронений уникальные. Датируется вторая половина 8-9 века. Понятно, что города в это время еще не было, хотя некоторые краеведы пытаются доказать, Симбирск уже в IX веке существовал, но не подтверждается археологическими источниками. А другой памятник, именьковское поселение, а, кстати, таких поселений на территории города несколько, но мы обнаружили и исследовали поселение Северный Венец. Это рядом с кольцом трамвая номер 2, Северный Трампарк, но только на террасе выхода вниз к Волге. Так вот, здесь располагался довольно крупный именьковский поселок. Культура, о которой мы говорили, у этого поселка, у населения была другая немножко специализация – скотоводство и рыболовство. Причем рыбу добывали, видимо, во время нереста. В этих местах и сейчас рыбаков полным-полно, и рыбу добывали в изобилии, в культурном слое в изобилии встречаются кости крупных рыб, осетровых, огромных. Мы раскопали там площадь всего 20 квадратных метров, а материалы с головой. Вот такова была ситуация к моменту. Это, наверное, и VIII-IX века, вот так. Вот возвращаясь к мысли о том, когда же возник город Симбирск. Это большая проблема, имеющая свой методолог и так далее. Но почему для нас важна вот сейчас ситуация, которая возникла вокруг бывшего кадетского корпуса? Нам, археологам, было бы очень интересно провести там охранные археологические исследования. Там есть кусочки, ну, например, бывший плац, где не велись никакие строительные работы. И кто знает, что там находится. Здесь доказаны удревления города, юбилеи. Это очень крупное финансовое федеральное вливание. Поэтому мне бы хотелось сейчас за битвами вокруг новостроек, особенно в центре Ульяновска, не забывали значимость и важность, в том числе и экономическую. Но археологические памятники могут дать хороший экономический эффект и для сегодняшнего Ульяновска. Есть что ли сопротивление против ваших работ, которые вы хотите провести на территории кадетского корпуса? Есть в договорных работах, охранных работах. Они по 73-му федеральному закону должны вестись повсеместно. Но, к сожалению, волевым усилием некоторым удается хозяйственникам это избегать. Последнее, правда, время мы нашли общий язык с новым руководством. Те проекты общественно значимые, которые ведутся на территории области, в работе стали включать обязательно археологические исследования. Это в Карсунском районе. Кстати, вот этот первый том вышел на те деньги, которые мы заработали в ходе охранных работ. Так что это все взаимоперепетено. Охранные работы – это одно из направлений археологических исследований, связанных как раз с сохранением и изучением памятника археологии, который попадает в зону новостройки, строительных работ. Необходимость археологической экспертизы при любых видах землеройных и строительных работ. Масса примеров, когда памятники археологии погибают без проведения предварительной экспертизы. Вот пример 1991 года. Это городище, остатки города в Волжской Булгарии у села Красное Сюндюково. Это правый берег Свияги. Село, ну, по сути, там видно населенный пункт с территории городища. Цельно железнодорожная станция рядом все находится. Так вот, еще в 1990 году непонятно, почему это произошло. У меня до сих пор недоумение. Хотя этот памятник был помещен в археологическую карту Симбирской губернии Поливанова Владимир Николаевич. И вдруг этот памятник был отдан, правильнее сказать, территория, как по неведению руководства нашего управления по культурному наследию, которое должно было бы быть в курсе дела, отдают эту территорию под застройку такого коттеджного поселка для репрессированных народов, немцев по Волжье. Все бы сошло с рук, наверное, и поселок бы уже стоял прямо на территории города болгарского. Но строители одним котлованом наткнулись на кирпичную, кирпич специфический, средневековый, называется он Плинфа, это византийское название. Так вот, они наткнулись на остатки фундамента какой-то постройки. Мы тогда приехали, это был 90-й еще год, где-то сентябрь. Приехали и увидели, что там творится. Ну, мы шум подняли, конечно. А там уже работала промышленная ассоциация «Союз», которые должны были строить эти коттеджи. Раскопали порядка 15 котлованов площадью 100 квадратных метров там каждый. И невзирая на то, что культурный слой, наверняка. Вот если бы не это фундамент, все бы, памятник погиб. Об этом печальных примерах можно говорить постоянно. Для меня это больное место. Но сейчас самые системные негативные примеры – это разнообразные карьеры, которые много по территории области. И это, наверное, самый яркий пример – это промплощадка. Огромнейшая территория, где археологические исследования, изыскания – это исключение исправления. Моими вечерними собеседниками были доктор исторических наук, директор Центра развития истории и культуры региона Сергей Прокопенко и ведущий специалист-археолог, кандидат исторических наук Юрий Симыкин. Поздравляем ульяновских исследователей с выходом в свет первого тома «Многотомные истории Симбирского ульяновского края». Вечернюю программу для вас подготовила Наталья Юкозина. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok